Доброго времени суток! Сегодня у нас задача номер один, это пересадить домашнюю орхидею. Скажите вы, зачем это делать? Потому что первое, что вам, наверное, бросит из глаза, это этот активно растущий корень. Но, если вы обратите внимание на состояние корневой системы, уже даже в виде издалека, вы поймете, здесь абсолютно полностью весь горшок гнилых корней. Это орхидея не моя, это орхидея моей свекрови, и она решила мне ее отдать для спасения, потому что она сказала, что орхидейка сама хорошая, она домашняя, она умничка, ей уже около 3-4 лет. То есть она бывалая, она цвела уже несколько раз на два цветоноса, и уж очень сильно дорого она своей хозяйке, и поэтому она решила для спасения ее вручить в мои руки. Итак, давайте разбираться вместе. Начнем мы с того, что избавимся от старого субстрата, потому что, как видите, он полностью залит, и корни там абсолютно гнилые. Мне даже вам нечего показать, потому что здесь полностью вся гнилая кора. Давайте будем смотреть вместе. Давайте сейчас поставлю ее из старого горшка, и мы посмотрим, что же там осталось. Избавляемся от участков старой коры, снимаем. Не будем сажать в этот субстрат старый, потому что он абсолютно уже не пригоден. Он, помимо того, что если отталкиваться со слов хозяйки, уже отслужил орхидейку 3-4 года давности пересадки, поэтому, конечно же, уже здесь беречь нечего, мы полностью избавляемся от него. Знаете, вот сейчас я высыпала такой запах грибной, грибковой болезни. Так, избавляемся. Вот такой вот корешок я пока оставляю, потому что вы сами убедитесь в том, что здесь практически вся корневая, она уже разрушена. Она полностью повреждена. Так, сейчас я покручу орхидейку. Здесь, конечно, корни все напрочь полностью гнилые. Мне кажется, честно говоря, она останется вообще без корней. Именно поэтому я сегодня буду ее садить в моксфагну для наращивания корневой системы. Я уже все подготовила. Сейчас расскажу, какой мне понадобится для этого горшок, какой субстрат, какой полив и чем я буду обрабатывать сейчас корни, припудривать. По крайней мере, то, что осталось от них. Сейчас мы это все зачищаем. Здесь несложно, потому что количество корней, посмотрите, это все, что осталось. Остальные корни, они там в субстрате. Это все гнилые, они там в субстрате и остались. Вы можете себе представить. Я спрашивала, почему же так, почему такое большое крупное растение и абсолютно лишилось всей корневой системы. Что вы думаете? Неправильный полив. Метод погружения в холодное время, при наступлении уже периода межсезонья, он может сыграть злую шутку. Вот то, что и произошло с этим растением. То есть было совершено полив. Не тем объемом воды, который бы надо было. То есть залив растения. Условия для испарения влаги отсутствовали, потому что холодно, света мало, влажность высокая, потому что дожди напролет. И растение потеряло корни. Оно лишилось полноценной корневой системы. Нету корней, нечем испарять влагу. Так, смотрите. Хотя листья здесь, ботва, очень большая. Я переживаю, чтобы она не пострадала из-за того, что корни практически, вот она их лишилась. Вот все, что вы сейчас видите, это то, что я оставлю. Вот она такая упругая, твердая. Это значит, что оно еще будет функционировать. Это живой корень. Орхидея мы его не удаляем, потому что то количество корней, которые сейчас вы можете наблюдать на экране, то с этим она и останется. То есть вот эта часть воздушных, вот такие активно растущие, это очень хорошо, потому что именно в таком состоянии орхидея легче всего выходить. И, скорее всего, вот в таком состоянии посадка будет успешнее всего. То есть она легче адаптируется и пустит новые корни в этот субстрат новый, его примет, привыкнет к нему намного быстрее, чем, например, она будет в период покоя, и мы ее разбудим. Не понятно, как она отреагирует. Так, здесь уже все совершенно хорошо зачищено. Сейчас поближе вам покажу участок корневой системы. Так вот, сейчас она уже у меня валится с рук. Что мы имеем на сегодняшний день? Вот такая вот корневая остается у этой орхидейки после того, как она пережила залив. Вы видите, как орхидеи реагируют? Поэтому я прошу вас, лучше всегда не долить растение, чем его вот так вот залить. Потом оно лишается корней, и представьте, вот с такой ботвой, как будет тяжело растению напитаться влаги для того, чтобы сохранить все эти листья. И сейчас я хочу немножечко вот почистить. Вот здесь видно, лист был сорван, но немножечко плохо зачищен. Остались старые следы от листа, снятого. Так, сейчас это корень мешает. Вот, все мы там убрали. Все, видите, шейка чистая. Мы можем приступить к посадке. Сейчас еще с этой стороны посмотрю. Вот, немножечко вот этот участок мешал нам. Вот, все зачищено, и можно приступить к тому, что ставить ее в новый субстрат. Но прежде я бы хотела припудрить этот участок именно препаратом фитоспорин на основе живых микроорганизмов для того, чтобы закрыть каких-то местах среза препаратов противогрибковым. Потому что вот этот затклый аромат, он, конечно же, свидетельствует о том, что растение все-таки, так или иначе, возможно, этот грибок не такой опасен, как, например, фузариоз, тяжелая форма. Но при этом лучше всего перестраховаться и обработать, закрыть места среза препаратом противогрибковым, фунгицидного действия. Вот так мы буквально присыпаем, припудриваем участок шейки. Вот. Практически особо не нужно там стараться как-то так слишком каждый корешочек обработать. Ну, по крайней мере, куда попадет, это будет хорошо. И потом, когда мы посадим орхидею в мох, выждем сутки-двое, и потом сможем приступить уже к увлажнению. До этого момента делать этого категорически нельзя, потому что, обратите внимание, сейчас даже, когда я досталась мокрого, абсолютно залитого субстрата, корни уже все равно влажные. Конечно же, по цвету они нездоровые, поэтому они не такого правильного зеленого окраса. Но, в принципе, вот если судить даже по этому воздушному корню, то можно заметить, что он здоровый и зеленый. Он напитан, напоен водой, поэтому пару дней орхидея, тем более в условиях повышенной влажности и прохлады, обойтись без поливочной воды. А потом мы вместе с вами уже увлажним мох и обязательно добавим что-то такое, что поможет нарастить корни этому растению. Потому что в этот период времени сейчас для нее номер один – это корневая система. и тем самым страхуем себя на случай того, что если мы во время изъятия из горшка смогли где-то задеть участок корневой системы и тем самым повредив его. Вот, немножечко так вот присыпали, этого будет достаточно. Больше всего сосредоточьте свое внимание именно на шейки, потому что, чтобы гниль не пошла дальше по стволу. Это участок локализации, самое опасное. Когда начнется пожелтение от основания, потом уже будет спасать нечего. Поэтому вот такая вот припудривость поможет вам предотвратить какие-то развития грибка и помочь спасти растение без каких-либо кардинальных мер. И теперь можем приступить уже непосредственно к посадке этого растения. Смотрите, я выбрала для нее основной субстрат – это моксфагнум. Вот, я уже подготовила его. Верхний слой у меня немножечко увлажнен, буквально здесь небольшое количество. Остальной он сухой. И также подготовила горшок с кашпо. То есть будет такая система, она будет стоять в кашпо. Снизу воды не будет. То есть это не двойной горшок, не оля двойной горшок, не закрытая система. Это классическая, то есть с дренажными отверстиями. Обратите внимание, дренажные отверстия повсюду. То есть и по стенкам горшка, и снизу, и сверху. Очень большое горлышко, оно расширенное кверху. То есть обратите внимание, насколько хороший, дренажный идет у нас оборот. Здесь циркуляция воздуха будет на наимаксимальнейшем уровне. Поэтому для такого горшка лучше всего и подходит моксфагнум. Потому что он хорошо будет просыхать, потому что это, по моему мнению, один из самых влаголюбивых субстратов. Он очень хорошо, максимально отбирает на себя влагу и потом постепенно дает растение. Именно поэтому такие колоссальные, это, по-моему, в гугл тренде, номер один по реанимации орхидеи, именно в амхе. То есть у всех, практически у всех орхидейки смогли нарастить корни именно в амхе. Поэтому сегодня не исключение. Я буду использовать тоже его. Корни я припудрила. Кору, как в качестве разбавления субстрата, я не стану добавлять, потому что здесь нечего, посмотри, какая корневая, она мизерная. Поэтому мы не будем ничего добавлять. Я хочу использовать чистый компонент мох для того, чтобы я понимала, как мне поливать это растение. Чтобы я смогла его не заливать и, тем не менее, не допускать пересушивания. Потому что с омхом я очень аккуратничаю. И если будет еще в добавку кора, то мне просто не хватит. Растение должно полноценно увлажнить этот мох. Поэтому я не буду добавлять и разбавлять его. Итак, на дно мы добавляем более сухие участки. Сейчас положу растение. Более сухие участки мха. А кверху я добавлю сам этот увлажненный. Немножечко так его можно взпучивать, потому что он очень сильно спрессован и идет в упаковке. Поэтому обязательно его вот так вот пальчиками разрывайте. Можно это делать ножницами, кому как удобно. Для того, чтобы не было ложного сильного спрессованности. Потому что будет большое количество мха. И вы потом польете, и ему будет намного сложнее дольше просыхать у вас. Вот так вот. Нанес. Еще можно немножечко добавить. И благодаря вот этим дренажным отверстиям и по стенкам, оно будет хорошо равномерно просыхать у вас без застоя влаги в каких-то местах, которые могут очень опасными быть для растения. И добавляем сюда. И вот добавляем еще немножко. Также по поводу места вокруг шейки. Когда мы делаем мультирующий слой, я вам уже рассказывала, что нужно отступать хотя бы 1-2 см от места шейки. Но если у вас мох сам является моносабстратом, то, конечно же, представить себе, как вы можете это сделать, наверное, сложно. Но, в принципе, это реально. Вот я вам сейчас это продемонстрирую. Обратите внимание, что у меня место у шейки, оно весьма здесь такое открытое. То есть нету такого полного непосредственного контакта мха и шейки. То есть есть вот такое вот небольшое окошко. Которое, между прочим, и будут стремиться вот эти воздушные корни. И добавим вот сверху слегка-слегка-слегка влажное. Вот видно, что его, если отжать хорошо, то там даже капли воды не будет. Вот немножечко так. Опять же, не забываем про шейку. Наверное, это самый главный нюанс, о котором стоит запомнить вам. Так. Дальше, по поводу, буду ли я добавлять воду на дно горшка. Я уже этот момент озвучила, что нет. По крайней мере, в условиях сухости воздуха. Может быть, я пересмотрю этот вопрос, то есть добавлю. Приходим к выводу тому, что будем корректировать уход по мере смены условий содержания. Будет прохладно и будет сухой воздух, я все равно смогу добавить, возможно, меньше, чем нужно. Это поможет мне переждать период, когда необходимо уже будет приступить к поливу. Итак, посмотрите, вот такая красота у нас получилась. Воздушные корешочки будут тянуться ко мху. Место шейки у нас открыто. То есть нету контакта. Это пха со стволом. Это поможет предотвратить загнивание любые в будущем. Вот так вот. Держаться она будет благодаря тому, что листья будут опираться об кашпо. Вот посмотрите сейчас. И, кстати, смотрите, когда даже я буду добавлять воду, то за счет того, что горшок садится вот таким вот образом, видите, то дополнительный еще доступ воздуха есть в этих участках. Раз, два, три, четыре с обратной стороны. Плюс то большое количество отверстий по бокам. И тем самым вода сможет испаряться в самых разных ситуациях. Даже если мы его немножечко переулажним, то по бокам она будет испаряться, и вот есть расстояние. То есть, знаете, есть такие горшки, которые вот встык-встык практически встают, и их даже затруднительно достать. Вот в таких горшках я бы рекомендовала, по крайней мере, эту орхидейку, вот подобную, если вы столкнетесь, не реанимировать. Потому что там доступ воздуха к корневой системе затруднен. Поэтому рекомендую вам предпочтение вот отдавать таким подобным горшкам с хорошими дренажными выходами. Это поможет наладить хорошую циркуляцию, правильно, воздуха. Вот такая вот орхидейка у нас красотка получилась. И также я хочу еще показать вам... По поводу листвы, мы никак не будем ее, знаете, особо делать какие-то подпорки, потому что в этом нет никакой необходимости. Это чисто визуальный эффект декоративный. Если вас это как-то смущает, вы можете поступать так, как считаете, заплакоразумно. Я не люблю сильно, знаете, искусственно влиять на растение. Она, главное, не завалена у нее шейка в какую-то сторону, где будет, опять же, влиять на затруднение просыхания. Например, она может ложиться на бок, и там вот будет шейка практически лежать постоянно на влажном субстрате, что может как-то негативно сказаться. Сейчас такого нет. Это единственное, что я всегда контролирую. В основном это сама природа создает так, как считает, наверное, нужным и красивше всего. И также я бы хотела поделиться с вами еще таким моментом, вспомнить. Например, если ваше растение лишается корневой системы, а мы можем заявить, что в этом конкретном варианте орхидейка практически лишилась корней, то есть она практически осталась без корневой системы, там какой-то зачаток корней остался, но тем не менее, то есть это неполноценная здоровая система для такого количества листьев. Я хочу напомнить вас, старый добрый, проверенный способ реанимации орхидеи с помощью пакетов на застежке, зип-пакетов. Это видео на моем канале набрало очень много просмотров, потому что эта тема заинтересовала многих. Это мой личный такой вот метод восстановления тургора листьев у орхидей, лишенных корневой системы, которая в свою очередь и отвечает задачу наполнения листвы влагой. То есть она не может передавать по сосудистой системе влагу, поднимать к листьям снизу вверх, и поэтому нам необходимо было что-то придумать для того, чтобы помочь листьям оставаться в таком красивом, прежнем состоянии и не потерять их тургора. Потому что, как сами понимаете, представьте, какое количество влаги нужно для того, чтобы эту листву поддерживать. Именно поэтому я предпочла мохсфагнум. Именно поэтому я выбрала систему горшок в кашпо, где можно добавлять воду на дно при необходимости, обращая внимание на это. Именно поэтому я могу проливать как проливом, так и с пульверизатора опрыскивать поверху аккуратно, то есть опять же отталкиваясь по мере просыхания и учитывая условия, то есть освещение, влажность, температуру. Чем будет темплее, тем чаще смогу проводить опрыскивание и воду добавлять побольше, например. Если это будет холоднее, то опять же воды сводить, минимизировать полив вовсе, потому что там корневая все-таки она не в том состоянии, которым бы нам хотелось и увидеть. По поводу листвы. Лучше всего протирание, потому что с такой корневой нельзя допускать никаких ошибок. Протирание можно добавлять различные аминокислоты, витамины и другие коктейли. Можно готовить, тем самым ваша орхидея скажет вам спасибо и будет охотно все на себя брать, то, что вы ей даете. Можно также поступить, вот я вам показываю такие пакеты, которые одеваются на листья. Вот я сейчас покажу. Напомню тем, кто не видел. Из пульверизатора я сейчас не подготовила к себе рядом, но можете найти у меня в плейлисте «Ранимация орхидеи» и видео об этом подробное. Из пульверизатора вы добавляете до воду достаточно одного пшика. Можете использовать еще какой-то компонент, то ли моксфагнум, то ли, например, ватный диск, его намочить, увлажнить, но при этом, чтобы он не был мокрым, добавляем в пакет. Пакет, получается, держит влажность, влагу. И таким образом мы как гипс накладываем на растение. То есть вот у нас получается такой компресс. Вы можете держать его некоторое время, можете оставлять на ночь. Если у вас сухость в комнате, то, в принципе, можно даже так содержать. Главное, вот, прикрыли здесь, вот, поднажали, а здесь обязательно должно оставаться окно. Вы здесь заметите, появится конденсат. Это будет знак, сигнал того, что лист получает достаточное количество влаги. Но при этом здесь должно быть всегда окно для проветривания. Иначе, обращая ваше внимание, лист может загнить. Потому что орхидеи – это эпифиты, это не водоросли подводные. Они, конечно же, от постоянного контакта воды, ткани живых с водой, они начинают гнить, разлагаться ткань. Поэтому размачиваться всегда должно быть окно. И обязательно потом снимаете, хотя бы от одного раза, лучше несколько раз в день и проветриваете. Это очень актуально. Например, когда еще, в момент я показывала, было с рассадой, и я всегда проводила аналогию, то, как делают теплички для рассады и потом снимают на проветривание. Вы можете даже промокнуть конденсат, и пускай орхидейка подсохнет. Потом обратно можно проводить процедуру до наступления уже закрепленного результата и устойчивости туркара. Вот такие вот советы. Хочу напомнить для тех, кто еще не смотрел мое видео, о том, какие существуют еще способы восстановления туркара в контексте, если орхидея лишилась корневой системы. Решила об этом напомнить сейчас, потому что время идет, то видео реанимации снимала весной, много подписчиков добавилось на моем канале, и, возможно, кто-то еще не успел пересмотреть. Поэтому искренне советую ознакомиться вам там. Также сейчас преподнесу. Есть воздушные корешочки, которые меня очень сильно радуют и внушают надежду сейчас. Смотрите. Вот там корешок. Так, сейчас попытаюсь вам показать. Вот. Видно все корневые, которые воздушные. Вот они проклевываются. Это очень и при очень хорошие знаки к тому, что растение сможет справиться с тем, с чем мы ему сейчас предложили. Итак, смотрите. Сегодня я растение не увлажняю, потому что во время пересадки вы обратили внимание, что корни были влажные. Они были в мокром, залитом субстрате. Поэтому сегодня один день она у меня стоит в сухом мхе. Сверху буквально немножечко, вот еле-еле влажного. Ну, практически мы ее можем позиционировать как сухой. Она стоит в сухом субстрате. Потом на следующий день я могу добавить воду на дно, но не чтобы соприкасался горшок с водой. Контакта не должно быть. Просто чтобы, если отталкиваться от физических каких-то характеристик, корни, они тянутся к воде и поэтому могут появиться, спровоцировать, стимулировать, задобрить как-то появление новых корней. То есть это то, что мы, в принципе, преследуем эту цель. И потом уже можно проводить полноценный пролив или же опрыскивание поверху. Я уже буду смотреть. Возможно, это сделаю с вами и покажу вам подробно и тот уровень влаги, который я предпочту добавить. Всегда напоминаю вам правило. Лучше меньше, чем больше. Лучше включить увлажнитель воздуха в комнате и тем самым поддерживать состояние листовых пластин в норме, чем как-то заливать субстрат, потому что то количество корней, которое осталось внутри горшка, весьма небольшое. И поэтому, конечно же, функционировать на полную катушку, как это, например, может себе позволить обычная нормальная корневая система, он не в состоянии. Поэтому будем учитывать этот немаловажный нюанс и корректировать свой уход для того, чтобы помочь растению в ближайшее время адаптироваться. И наступает сезон выпуска новых доносов, возможно даже дождаться появления ветки. Самое главное, что мы сейчас от него требуем, это восстановление корневой системы. Остальное уже приложится в условиях здоровой орхидеи. На этом моменте у меня все. Всем спасибо огромное за внимание. Люблю и целую. Пускай ваши орхидейки будут здоровыми, красивыми и будут только поводом для радости и хвастовства. Ну что, пышного вам цветения и крепкого здоровья. Всем пока!